Особое внимание заслуживает вот эта книжка, уже посмехно изданная, поэт Михаил Дудущий, просто полный собранный собранник, но, к сожалению, выбор остался, но не собранный собранник. И книги Михаила Куплина и Григоря вышли тоже в этом издательстве. Но это я к чему клоню? К тому, что у меня тоже вышла там недавно новая книжка. Я бы, конечно, хотел бы, наверное, больше из нее прочитать, но так как она посвящена памяти отцу, отца, то каких-то красок хотелось бы добавить из прежних стихов, поэтому я немножко, с вашего позволения, особенно от Игоря, надо перекинуть мостик. В качестве мостика такой сонет. Вот говорят, что на исходе века XX нельзя нам просто так сказать об этом. Сам Умберто Эко так думал. Умберто не дурак. Почтительный меня объемлет страх. И в прозе-то смешные словечки петь. А уж в стихах, тем более в сонете, нас ожидает стопроцентный крат. Но коли не имется, то хотя бы контекст изысканный. Создай для слов, для тех, концептуально выгодное место найти. Тогда уж, но едва терплю, да и пишу в постели, если честно. Рискну, пожалуйста. Я тебя люблю. Из-под ливня в оконную щель залетел в нашу комнату шмель. Он упорно в круг люстры кружил, своей жизнью шмелинную жил. В свою думу он был погружен, своим гудом тугим окружен. Ливень стих, ту же узкую щель, с той же скоростью вырулил шмель. Был и нет, как отрезало звук, пусто в комнате сделалось вдруг. Если б мог, жил и я, ни о чем не моля, приженную жизнью шмеля. На дворе трава, на траве дрова, крыш замшелых, шиферные скаты. И красивы так, подумай, как, клином между скат закаты. Только ты и я, рост их бытия, полнозвучно, тишина живая. Посидим же так, и подумай, как, обратившись в злух, век не снижая. Да смешного мы на земле малы. Взять в расчет хотя бы звезды эти, что восходят так, и подумай, как. Словно нас и нет с тобой на свете. Только это мы на пороге тьмы. Если и не плоть, то тень едина. Положиться так, запомни, как, по траве дворадцы. Шатко-валко, жутко, жалко, кое-как. Худо-бедно, беспобедно, тик, да так. Так не это, как бывает, а бывает так. Спишь, а где-то убивают. Просто так. Игорь Федоров любит звонить и взбадривать друзей вопросом, каков ты? И по традиции надо ответить, хорош, но в данном случае ответ противоположный. Поэтому стихотворение с эпиграфом Пококов-то. Игорь Федоров. Ну, такое сезонное стихотворение как раз подходящее. Клубятся новые зеленью дворы. Все прибрано, обкопано, подкрашено. В такие-то веселые поры, каков я, Игорь, лучше не спрашиваю. Таков твой друг, уже не знаю сам, каков. Да только что-то все тошнюханька. И свет весенний чушь моим глазам за вымытыми к поздней Пасхе. Мы обитаем в лучшем из миров или в худшем. Если сменишь точку зрения, и ощутишь, как проникает в кровь презрение, достойное презрение. Вообще, всем влюбленным посвященным для этой печати. Я хочу проснуться рано утром, день прожить не муторно, но мудро. Посмотреть в окно, увидеть лето, поступить с тобой, как лебедь следой, Чтоб лежать бок о бок без движения, в вечность провалившись на мгновение. На балконе, в теплых волнах света, различать вверху оттенки цвета. Ярко-синий, пледно-голубой, летний день наедине с тобой. Я хочу, любуюсь молчаливо, или под разговор неторопливый, Пить за все, что в этот день дано, вместо водки красное вино. Сядет солнце, и наступит вечер, незаметно туч нагонит ветер, И пахнет озоном в окна ливень. Я хочу, чтоб ты была счастливой. Среди черных стволов, на слежавшемся сером снегу, Потоптаться одну от другой, прикурив третью кряду. Что смогу я сегодня еще? Ничего не смогу. Что мне надо сегодня еще? Только это не надо. Последить, как заварится темень в стакане двора, И осянут на дно, как чинки, последние птицы. Не ищи же пустеющим сердцем добра от добра. Этот способ наполнить его никуда не годится. Лучше вспомни уроки английского. Жаль, что не впрок. Look and listen, покойный мисс Хелен призыв. Look and listen. Хоть теперь присмотрись и прислушайся. Длится урок. Днем и ночью. Зимой и летом. Пока еще. Припомнить все с печалью благодарную, Спасительную сень ореха грецкого, Мадеру, как тибельскую янтарную, Соперницу массандровского хереса, Сиесты лень с полудня до полпятого, Солоноватый вкус лица любимого, Хозяина хромого и сипатого, При всем притом на редкость незлобивого, За мысом меганом, Свеченье млечное, И мальчика, и мальчика бегущего, Плаще простынки с деревянным мечиком, По кромке моря, Как по кромке будущего. Так жили-были, Меж орлом и соколом, Среди таких же, Подкопивших за зиму семей, И были дни, Прибоем сотканы, И золотого зноя, Медом маслом. Вид из окна, засмотренный до дыр, В который раз подходит тридцать пятый, Очнувшись, Отъезжает пассажир, Уже тобой увиденный когда-то, В который раз дождь охлаждает доль, На крыше трансформаторной, А скоро, Когда достигнет солнышко вон той, Большой трубы, Зазолотятся шторы, Все вроде бы незыблемо пока, Почти незримо время убывает, И в стеклах книжных полок облака, По корешкам знакомых проплывают. Это были стихи из опыта счастья, Несколько стихотворений Из сорок книжки Ио. Маленьких солнц... А, Июля-то просто написано, Многие знают, Но вот для тех, кто... В деревне Горпова на Селегере, Поэтому здесь избыточное упоминание Количества водоемов всевозможных. Маленьких солнц посреди на воду Лечь крестом, Радужный трепет ресниц, Все остальное потом на берегу, А пока есть только небо и плёс, Только небо и плёс, И ещё облака, Их клубящийся свет, Белый на голубом, Всего остального нет, Остальное потом. Дождь, одиночество, Запретные слова Здесь наполняются Каким-то строгим смыслом, Не школьная тоска, А слёгшая трава, Не муза блёклая, Но пакольная мыза. Забыть, откуда я, Зачем сюда пришёл, Пусть растворяет чёрный ливень Привкус сладкий, Что есть в душе, Пусть рушится на капюшон, Подолженный у местных Плач палатки. Пусть баха отпищит, Мобильник в темноту, Разутся, дать ступням, Срастись с прибрежным илом, Не смаргивая капель, Господи, я тут, И больше нет. За лесом с синими столпами, Три ливня разом в панораме, Три молнии тремя громами, Из трёх прогромыхали туч, А тут иная жизнь вершится, На зное таволга пушится, Соседам сено ворошится, И тень снотворен и тягуч, Как разнородно всё и рядом, Одним охваченное взглядом, Есть лишь контраст, Но нет разлада, Что замысел могуч и прост, Уверишься, когда дугою, По своду всрытому грозою, Из сизой мглы, И слотому зною, Протянется воздушный мост. Как от пощёчины горит щекам от зарева, Зудит и жалит воздух, На фоне огненом гигантского борщевика Чернеет войско, Блестит в хлеву коровий тёмный глаз, Таясь, сверчки озвучивают звёзды, Одна из них, до времени сокрытая от нас, Болынь зовётся. И последний из этой вот книжки, Привет! Они планируют на пасмурном ветру, Зависливо из стокилограммовой плоти, Следит душа, Как пригнано пирог к перу, Как ладно лапки чаек, Сложены в полёте, А сходни хлюпает высокая вода, Забытый ялик покромыхивает цепью, Пустует блёс, Как не пытайся никогда Не прикипеть нам к этому великолепию. Зависнув в воздухе, Метнулась стрекоза В прозрачных крылышках, Зелёно-голубая, Что Божье бытие способно доказать, Поломанной кривой молитвей нагибая. И можно, если с вашего позволения, Несколько стихотворений Из новой книжки. Воспоминания о Сур-де-Горе. Это селение родное. В детстве я много там тоже бывал, Но это селение родное отца. Я вспомянул, что книга посвящена Асур-де-Горе. Воспоминания, естественно, мои. Все пацаны в семейных труселях, Один лишь я в столичных синих плавках, С десятком фраз, На ломаном декорском, Баранам, индюкам и курам Насмех краснее за ворота выхожу. Теперь-то я, конечно, понимаю, Чего они так дружно гагатали, На солнце прокопчённые, босые, И со спины подкравшись плавки эти, Молниеносность дёргивая. Понял, я, к сожалению, поздно, Как устроен, работающий, в общем, безотказно, От мальчиковой стайки до казармы, В рождебности к чужому механизму. Теперь-то я, конечно, сознаю, И сам отец, Что мой отец пытался привить сынку, На месяц ежегодно, В далёкое селение засылая, На землю предков. Только благодарность теперь я ощущаю, Вспоминая, как достаёт нана, Так называли бы бабушку, Из печки цахарагу, Её в муке, Лоснящийся передник, И пальцы узловатые, И ту, Встречавшуюся после редко-редко, Смиренного старения красоту. Как выседать в картошке было жутко, Под звёздами с расстроенным желудком, Как долгая мучительная му, Откуда-то из хлева доносилась, Тревожный свет, смятение в дому, Уже почти что сорок лет до этого, В ту ночь корова наша наделилась. А это в шляпе волочный сардо, Во дворик раскалённый, Входит важно, Стоит на палку, опираясь, мысль, И явно хочет что-нибудь сказать, Такое этакое, Назидание внукам. Но мысль не идёт, И пару раз причмокнув, Сосед наш, как обычно, восклицает, Порядок в танцовом частях, Порядок какой-то был и вправду, Хоть давно и безвозвратно, Видимо, нарушен, Но память ухраним, А имена Тазе, Бавка, Ахсар, Михал, Кубата, На слух русскоязычного поэта, Что может, соглашусь, казаться странным, Звучат, как песнь любви, И пахнут детства. Шебуршим по ходу листьями, Солнцем теплится река, У цепокошной пристани, Механизм познания истины, Запускаем в три кладка. Что мы знаем, хоть и кожили, Лбы похмельные крестя, Об устройстве мира Божия, Чем-то стали мы похожи, Миха, Федя и Костя. Что-то общее усвоено, Праздный катится денек, Столь уж праздный, даже совестно, Но так-то так, Но всяк по-своему одинок. Пейзажистки юный, пристальный, Хватит сажи трех москов, Обозначить таму пристани, Поднабравшихся воистину, А закативаться. Вдруг у стихотворца, Тактика такая, если вкратце, Улизнуть, по стеночке прокрасться, Не высовываться, не втусовываться, Социуму в целом покоряться. Никакой не вижу в том трагедии, Если не ошибочно страдим. Там, где никто не унывает, Не бедствует, не убивает, Скажи, а осень там бывает? Вот как сейчас. Сквозь ветел золотистый ветер, Просвет на Химкинское светел, Вот мы с женой, вот наши дети. Ты видишь нас? Что наши бедные надежды, Там, где белы, как снег, одежды? И все-таки ответь, как прежде, Ну, как сейчас. Уже ли не сможем мы смеяться, Губами теплых губ касаться, О бренных глупостях шептаться? Ты слышишь нас? Так неужели не воскреснет, Во всей красе денек воскресный, Над синюю рябью свет отвесный, Да, как сейчас. И нам не выйти всей семьей, На берег с красной скамьей, Такой же осенью земной, Еще хоть раз. Властик творения, вот из цифра, Пацан. Куда меня? Зачем-то сотрясающей болью, Все тело жалкое в исподнем, Там, под пледом, Две горьких капли, Поблестили на глазах, Куда меня? Но так и не скатились. Каким я был бы, если б был, Таким, как ты хотел, Какой любовью бы любил, Какие песни пел, Хватило бы духу и ума Надежды оправдать, Не усомниться, как Фома, Как Петр, не предать. Я в жизни столько бы успел, Не упустив ни дня, Все было бы, как ты хотел, Лишь не было у меня. Вот идем мы, тетенька и дяденька, Радуясь чему-то вдоль реки, Не за так нам чувства это дадено, Сколько лет старались, берегли, Много и меня в тебе теперешней, И тебя во мне дозрели мы До любви почти бесстрастной, Бережной, родом изначальной той зимы, Где с ладони, мерзлую калины, Угостила девка пришлица, Крещу и дочери, и сына, Лишь сиянье радонежской сии Над сияньем чистого места. А вот книжка называет Сквозь тусклое стекло, Это кто помнит из апостола Павла, Послания Кореевского. Теперь мы видим, как бы, Сквозь тусклое стекло, И стихотворение с этими книгами. Но прозрачней быть могло Это тусклое стекло Павлова, Сквозь которое глядим, Что-то разглядеть хотим, Главное. Скажем, яблоня цветет, Соловей о том поет, Радуйся, мы почти что спасены, Да еще припасены радуйся. Эти ночи, эти дни, Для чего тобой они прожат? Кто ты, собственно, такой? Да любви подать рукой. Что же ты? Ничего себе не ври, Просто слушай и смотри Пристально. Ослепить бы нас могла Без защитного стекла. Истина. Последний стекло. В электричке называется. А смысл Процарапано по стеклу, Перебравшим с горе юнцом должно быть, Где-нибудь с Софрином, Получившим от лу, На ночь глядя от своей заслогой, А был тот юнец не глупый, Особенно если вопросит сеть Спроецировать грамотно На пейзаж, Попутный для жизни всей, Мельтешит, Накрапывал, На руси тащи щупади Россию, А тут еще про Царапано. Спасибо. А теперь вот мы хотели, Хотели в качестве паскриптума, Так как показать небольшой фильм, Который недавно появился, Потому что еще одна работа, Это вот наследие, Которое проводим, Мы, вот Игорь Федор, Очень много помогаем. По наследию, Скульптор, Выставка которого здесь была, Вот день открытия музея, Как раз открывался музей Мини, Была выставка большая, Достаточно, Лазаря Гадаева, Моего отца, И работу с его музеем, Мастерскую мы проводим, Поэтому для нас очень важно, Чтобы появился слайдфильм, Большой слайдфильм, По выставке, Которая состоялась в Третьяковке, В 2008 году, Это очень хороший фильм, Владимира Чайки, Такого потока, Замечательного московского, Вот, И просто, Чтобы напомнить этим стенам, И вам, Об этом человеке, Мы хотели в конце, Показать этот фильм, Этот слайдшоу, Потому что, Это уместно, Так как он, Большое значение, В жизни всех первых поэтов, Моя это понятно, Но и для Игоря, И для Миши, Это играл в большую роль, Вот, Поэтому, Если получится запустить, То, Пожалуйста, И свет, А, И свет можно потушить, Немножко посмотреть, И вспомнить об этом, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,